4 тысячи метров над землей. Дверь самолета открыта, хочешь лететь в космос – прыгай. Выглядит это примерно так. Отделяюсь, лег на поток, решаю карточку. Артист. Номер 32. Так, плюс 10. Плюс 18. Итого плюс 28. Минус 12. Итого плюс 14. Там гораздо быстрее это решается. У космонавта нового набора Святослава Морозова за плечами больше 20 прыжков. После десантных куполов встал на крыло. Непременное условие. Все новобранцы, отряды космонавтов должны быть испытаны парашютами. С собой на борт самолета космонавты берут диктофон для того, чтобы вести репортаж о том, что происходит вокруг, какие ориентиры они видят на Земле. В дополнение к этому, за 40 секунд свободного падения они должны решить достаточно сложную космическую карточку. Но уже когда парашют раскроется, появляется новая психологическая вводная. Порассуждать, например, о космосе и любви. В этот раз аэродром небольшого городка Мензелинск в Татарстане собрал настоящих мастеров неба. Космонавты и инструкторы ЦПК поднимались в воздух под 10 раз в день. Рядом на точность приземления тренировалась сборная России по парашютному спорту. Самолет набирает высоту. У каждого космонавта на руке своя карточка со специальным заданием. Но ознакомиться с ним можно только в небе. Рядом инструктор. Контролирует каждое действие и снимает прыжок на камеру. Приготовились. Пошел. В свободном падении Иван Вагнер решает головоломку, одновременно комментируя на диктофон свои действия. Потом воздушные упражнения. Повороты, спирали и даже сальто. Главное следить за высотой. Раскрытие крыла. Теперь управление парашютом и приземление. На земле их встречает инструктор ЦПК. Герой России Виктор Лень. За плечами тысячи прыжков. Все мыслимые испытания на выживание. В тайге, на море, в пустыне. Ветер 6-7 метров и собственные хода 2-8 метров. А если бы порыв ветра, если бы клюнул купол, я бы полный рот земли был бы. Среди инструкторов личность поистине легендарная. Ирина Баяновна Соловьева. Пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту. В 1963-м основной дублер Валентины Терешковой. Первой женщины-космонавта. Спустя годы люпы в космосу не остыла. Здесь она, как психолог ЦПК, обеспечивает так называемый мозговой штурм в падении. А главное, самое главное, что космонавт должен отсюда вынести, это уверенность в себе. Что вот в таких сложных условиях он может работать. Есть сомнения, что во время свободного падения человек способен еще и думать. Вот эти сомнения наши задачи развеять. Мысли до ног еще не дошли. Скоро дойдут. Казалось бы, для чего космонавту парашют? Тем более математическая головоломка в свободном падении. Ведь возвращается он из космоса в спускаемом аппарате. Однако, как раз на таких испытаниях можно понять, сумеет ли будущий космонавт выполнить одновременно две задачи. Работать головой и руками. Люди отключаются от одной задачи, забывая, что они под куполом парашюта. И как будто бы сидят в классе, учебном классе, выполняют, решают какую-то задачу. Они решают ту задачу, забывая о не менее важной задаче. В таких тренировках оттачивается навык действия в любой ситуации. Когда Земля стремительно несется навстречу, решение надо найти за секунды. Можно сказать, школа смоделированного стресса. Во время свободного падения вести репортаж, когда страшно, и когда чувствуешь ты холодок определенный, все-таки лететь со скоростью к Земле, и думаешь о том, сработает парашют или не сработает, и так далее. То есть в условиях стресса это очень важно. Космонавт, герой России Валерий Корзун уверяет, чувство уверенности в космическом полете само не приходит. Его надо выработать. По себе знает, кто уверенно прыгает, успешно летает. Старт ракеты. Космонавт должен, отодвинув эмоции в сторону, выполнять ту задачу, которая перед ним поставлена. В условиях стресса. Скажем, взаимопомощь и умение активно работать, например. Сачка видно сразу здесь, на парашютной подготовке. Если он сачкует здесь, то пусть 90-процентная корреляция, он будет таким же сачком и в космосе. Эта великолепная «семерка» уже в отряде космонавтов. Летчики, инженеры, конструкторы. Словно единый экипаж для нового пилотируемого российского корабля. До конца этого уже десятилетия будет создан корабль, который будет шесть человек одновременно выводить. Это как раз наша группа ОКП практически. Да, и с запасом даже. Возможно, в этом корабле найдется место и для женщины. Сегодня единственной в отряде космонавтов. Елена Серова доказывает каждый день, что она представитель прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Те же прыжки и задания. Все на равных. У Лены сейчас получается все. У Лены получается все. Великолепно. Она прекрасно работает в воздухе. Она прекрасно сейчас ведет репортажи. Вот Ирина Баянна их ввалит. Я ее тоже хвалю. Она готова. Она готова ко всему сейчас. Она умница. Прогресс. Колоссальный прогресс. Прыжок в скафандре выполняется в тандеме с инструктором. Это тоже испытание, но уже без головоломок. Будущим покорителям орбит управлять парашютом в полной космической амуниции вряд ли потребуется. Но это реальная возможность понять, что чувствовал первый космонавт Юрий Гагарин полвека назад, возвращаясь на родную Землю. Ставят задачу, мы ее выполняем. Поставили задачу прыгнуть с круглого купола. Мы собрались, прыгнули. Потом самому открывать кольцо. Потом там какие-то другие задачи. Это как-то воспитывает и тренирует то, что вот потом дальше задача лететь на космическом аппарате «Союз». Разобрались, полетели, сделали. Дальше будет новый аппарат, который полетит на Луну, на Марс, может быть еще куда. Это лишь малая высота, которая молодым космонавтам уже покорилась. До орбиты еще годы тренировок и испытаний.